Выставка рассказывает о короткой, но яркой жизни Михаила Юрьевича Лермонтова, поэта, художника, воина. Разделы экспозиции посвящены детству в Тарханах, предпосылкам выбора военной стези, учёбе в Москве и службе в Петербурге и на Кавказе. В октябре этого года мы отметим 210 лет со дня рождения великого русского поэта. Половина короткой жизни Михаила Юрьевича прошла именно в Тарханах. Здесь он впитал всё то, что выльется потом в его произведение. Он сам так и скажет. Долго-долго ум хранит первоначальное впечатление. За всё, что не брался этот молодой человек, этот юноша, проживший так немного, во всём было особенное чувство и к малой родине, и к России. Лермонтов прожил всего 26 лет, но успел многое. Почти всё написанное поэтом – исторический документ, а поэмы и драмы, и в особенности проза – художественная летопись его времени. Жизненный путь Лермонтова и его произведения вдохновляют на преданное служение Отечеству, верность присяге, воинскому долгу. Лермонтов – художник, это отдельная тема. Он рисовал в различных жанрах, используя разные техники. Есть интересные уникальные предметы, например, детский мелок. Нам известно, что Лермонтов, будучи ребёнком, плохо ходил, поэтому в его комнате бабушка приказывала стелать пол зелёным армейским сукном. И мальчик полз и рисовал мелом. И даже тогда уже, кто видел рисунки поэта, предполагали, что он станет великим художником. Вот подобный мелочек хранится в музее-зуповеднике Тархана. Очень такой ценный, хрупкий предмет. Одно из самых больших живописных полотен, кавказский вид поселения близ селения Сиони, хранится в Тарханах. На выставке в Ульяновском музее представлена его копия. Также на выставке находятся подлинные предметы дворянского быта и быта служилого человека 19-го столетия. Особое место занимают редкие издания с первыми прижизненными публикациями произведений Михаила Юрьевича Лермонтова. Выставка будет работать до 25 июля.